Вещаем из Киева. Это новость об Украине. В студии работает Дарья Вершиленко. Здравствуйте. Наши редакторы и журналисты собрали для вас все самое важное и интересное за день и коротко содержание выпуска. Сто лет под синий-желтым флагом свой юбилей отмечает Украинский военно-морской флот. Танцуют все, десятки коллективов. Международный день танца прошли маршем по центру Киева. Бенгальский тигренок-альбинос и еще два полосатых малыша появились на свет в Бердянском зоопарке. Украинскому военно-морскому флоту. Сто лет 29 апреля 1918 года корабли Черноморского флота подняли украинские флаги в знак подчинения Украинской народной республике. В Киеве на Майдане незалежности торжественно подняли стяг военно-морских сил Украины. В церемонии приняли участие украинские бойцы и лицеисты Одесского военно-морского лицея. Ветеранов морской службы наградили медалями. Мы показываем всей Украине, во-первых, что мы морское государство, во-вторых, что моряки всех поколений. Это единый экипаж, который объединяется ради победы Украины как морской державы. Провозглашение создания военно-морских сил Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на Черноморском флоте. А действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму. Об этом в Фейсбуке написал президент Петр Порошенко и добавил хэштег «Крым-Ц-Украина». Торжества, посвященные юбилею украинского флота, прошли также в Одессе. Государственный флаг истяк военно-морских сил подняли на фрегате «Гетьман-Сагайдачный». Также в город из Чикаго привезли военно-морской флаг Украинской Народной Республики. Подробности в сюжете наших одесских корреспондентов. 60 лет этот флаг хранился в музее. Сначала в Лос-Анджелесе, потом в Чикаго. Сегодня он вернулся на историческую родину, в Украину. Создал его военный моряк Святослав Шрамченко. Он же сохранил его в эмиграции, где продолжал служить Украине. В своем доме он создал музей морского флота. И те артефакты, которые попадают в наш музей, еще раз свидетельствуют о том, что человек, который покидает родную землю, не безразличен к своей истории. Сто лет назад, после того, как армия УНР освободила Крым от большевиков, командующий Черноморским флотом Михаил Сабли отдал приказ торжественно поднять украинские флаги на кораблях. В Институте национальной памяти утверждают, это стало возможным благодаря длительной борьбе украинцев за свою независимость. Поскольку эта борьба началась еще с начала революции, уже в 17-м году на многих кораблях Черноморского флота были созданы украинские общины, которые начали поднимать вопрос об украинизации. В столетний юбилей над Одессой пролетели вертолеты с государственным и военно-морским флагами. На главной базе флота в практической гавани прошло праздничное собрание. Командование заявляет, украинский военно-морской флот развивается, и военнослужащие готовы бороться за украинский суверенитет. Я уверен, что экипажи кораблей, коллективы, командований справятся с этим заданием, и мы будем всегда стоять на защите наших морских рубежей. Во время церемонии двум десяткам военных вручили почетные знаки отличия. Еще двое получили наградное оружие от Министерства внутренних дел. Наталья Усатенко, Алексей Барановский, Одесса, Юэй Ти Ви. 13 обстрелов со стороны боевиков с начала суток зафиксировали в штабе антитеррористической операции. На Луганском направлении у Причепиловки наемники применили запрещенную артиллерию 122-го калибра. На Донецком рубеже дважды открывали огонь по Водяному и Авдеевке из гранатометов и стрелкового оружия. Также из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия агрессор открывал огонь по защитникам Красногоровки и шахты Бутовка. Стрелковое оружие оккупанты применили в районе Марьинки и Широкино. В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал. Ситуация на линии разграничения под контролем военнослужащих Вооруженных сил Украины. Тайник с боеприпасами обнаружили сотрудники Госпогранслужбы в поселке Новотроицкое Донецкой области. В землю были зарыты почти 3000 патронов различных калибров. Тайник находился недалеко от жилых домов и автотрассы Мариуполь-Донецк. В ведомстве предполагают, боевики могли использовать боеприпасы для диверсии. Патроны передали саперам на уничтожение. Освободить политзаключенного Павла Гриба призвал Россию МИД Украины. В министерстве осудили продление ареста украинцу, которого незаконно удерживают в Краснодаре. И потребовали допустить к нему украинских врачей. Об этом написала спикер ведомства Марьяна Бетца в твиттере. Накануне вечером краснодарский суд на два месяца продлил арест украинцу. Об этом ЮИТВ рассказал его отец Игорь Гриб. До 4 июля продолжили. И где-то в конце мая, по словам адвоката Павла, его этапируют в Ростов-на-Дону. Моя жена ездила в Краснодар. Когда ее увидели в зале суда, то заседание сразу сделали закрытым, как и все предыдущие. Максимально ограничивают общение матери с сыном и делают все, чтобы и дальше держать Павла в информационном вакууме. На него усилилось психологическое давление, чтобы добиться от Павла признания вины. Павлу Грибу в СИЗО также не предоставляют медпомощь, в которой он нуждается. Украинец тяжело болен, его состояние здоровья ухудшается. В любой момент у него может открыться кровотечение, которое в условиях изолятора не смогут ни распознать, ни остановить. Павла Гриба сотрудники ФСБ похитили в августе 2017 года в Белоруссии и вывезли в Россию. Через несколько недель выяснилось, он в СИЗО Краснодара. По сфабрикованным доказательствам, Гриба обвиняют в подготовке теракта. В Армении продолжаются антиправительственные протесты. Днем в Ереване сотни людей перекрыли дороги по призыву лидера оппозиции Николы Пашиняна. Позже отправились к площади республики. Накануне три из четырех фракций в парламенте Армении объявили о поддержке Пашиняна на предстоящих выборах премьер-министра. Правящая республиканская партия заявила, своего кандидата выдвигать не будет. Вопросы о выборах нового премьера Национальное собрание республики обсудят на специальном заседании 1 мая. Протесты в Армении начались 13 апреля. Митингующие выступили против назначения премьер-министром бывшего президента Сержа Сарксяна. 23 апреля он подал в отставку на фоне массовых протестов. Исполняющим обязанности главы правительства Армении назначили первого вице-премьера Карена Карапетяна. В среду протесты возобновились. Карапетян призвал оппозицию сесть за стол переговоров и обсудить досрочные парламентские выборы. Животный мир на ощупь. В Киевском зоопарке проводят уроки по тактильной зоологии. Для слабовидящих детей на одном из занятий побывала Инна Сазанина. Шестеро школьников после уроков не расходятся по домам. У них еще одно занятие – зоология. Собираются ехать в Киевский зоопарк. Маша делится с подругами впечатлениями о предыдущем посещении зоопарка с мамой. Там был лемур, и знаешь, что у него было? У него и сзади руки были такие у людей, и спереди руки были такие у людей у лемура. У него были замес нормальных туринских лап руки. Знакомство с лемуром произошло на ощупь, так как Маша с рождения не видит, как и некоторые из ее одноклассников. За ребятами подъезжает автобус, сопровождающий меканичный пункт – столичный зоопарк. Школьники с нетерпением ждут очередного урока тактильной зоологии. В этот раз знакомятся с присмыкающимися. Сначала – теория. Чешуйчатые, в свою очередь, делятся на змей и ящик. Как вы вообще к ним относитесь? Хотели бы пообщаться или страшно? Я бы хотела, я не боюсь вообще. Обращаться со змеей ребята учатся на силиконовом макете. Затем берут в руки настоящие присмыкающиеся – это молочная и калифорнийская королевская змеи. Обе – совершенно безобидные. Из пластиночек как будто состоит пощупник. Чтобы закрепить материал, дети лепят животное, с которым только что познакомились. Александра не впервые посещает урок тактильной зоологии. Я была тут четыре раза, это пятый. Я лепила змею, черепаху, кролика и овечку. Ну, баранчик закрепила. А что самое тяжелое? Ну, я думаю, или баранчик, или кролик. Только не ладошками? Смея очень легко. Познать окружающий мир детям помогают работники зоопарка – основатели проекта «Зоопарк на ощупь». Они стараются дать детям максимум позитивных ощущений от общения с животными. Им всем очень нравится именно то, что они могут потрогать ручками у нас и получить таким образом новую информацию. Ну, а кроме того, мы, конечно, дополняем их картинку мира, потому что мы можем увидеть змею по телевизору, мы можем увидеть змею в зоопарке. А вот эти ребята, они не представляют, о чем мы будем речь. Энтузиасты проекта «Зоопарк на ощупь» на ближайших занятиях дадут возможность слабовидящим школьникам познакомиться с птицами, голубями и куропатками. Для детей это будет новый опыт общения с пернатыми. Инесса Занина, Максим Градовык, ЮАИ-ТВ. В Бердянском зоопарке Запорожской области бенгальская тигрица Азира родила троих тигрят – двоих полосатых мальчиков и одну белую девочку. Сейчас им чуть больше двух недель, малыши уже открыли глаза. По словам ученых, девочку можно считать альбиносом, потому что у нее нет черных полос. Такие тигры в дикой природе рождаются один на десять тысяч особей. На планете обитает около 130 белых тигров, более ста живут в Индии, в дикой природе их не осталось. Теперь в Бердянском зоопарке пять бенгальских тигров. Пока малыши в закрытом помещении, Азира неохотно показывает их посторонним. Вот это как бы уникальный случай, когда родился белый тигр, именно чистый альбинос, то есть белый, без полос. Вот такая у нас красавица. Выживаемость очень слабая, но правда наши выжили все, слава богу, я надеюсь, что эти тоже все выживут. Самое главное сейчас мама. Мама за ними заходит, мама у нас очень хорошая, за ними очень хорошо смотрит, регулярно их кормит. Молоко у нее тоже хорошее. Мама меняется, папа их как бы... Не знаю, мама меняется, ее снимала. Она заботится, заботливая с ними. Потом, когда подрастают, агрессивнее нам на десять раз, наверное. Десятки танцевальных ансамблей из разных стран, Белоруссия, Польша, Турция и Франция съехались в Киев на фестиваль. Он посвящен Международному дню танца. Участники прошли с маршем по центральной улице столицы Крещатику. Возглавили шествие украинские барабанщицы. Далее Ксения Кадушкина. Валентина танцами занимается с детства. Не бросила любимое дело даже с появлением двоих детей. Признается, в ее работе много сложностей. Многочасовые тренировки, диеты и теплые костюмы, когда на улице жарко. Самое сложное – выдержать и не сдаться. Надо постоянно тренироваться. Нельзя один раз выступить на ура, а во второй, третий сдаться и не поддерживать свой уровень. Владислав вместе с ансамблем народных танцев приехал из Сум. Признается, больше всего нравится украинский гопак. За многие годы выучил более 20 танцев разных народов мира. Мне нравится Сум 40 тем, что он заводит зрителя как бы постепенно. Набирается скорость, скорость танца и идет такой задорный. Мне нравится этот танец очень сильно из-за такого быстрого темпа и очень сильно привлекает музыка. Хореограф из Франции впервые в Украине. Говорит, украинские танцевальные фестивали ничем не уступают европейским. Культура народного танца более развитая, гораздо сильнее, чем во Франции. В Украине культура народного танца очень сильна. От самых маленьких до взрослых. Чувствуется, что это вас объединяет. Фестиваль – это не только обмен опытом. Главное, чего хотели достичь организаторы – подарить украинцам положительные эмоции в непростое время. Мы были в зоне АТО трижды. Война, полные залы людей. И в конце встает и плачет весь зал и артисты на сцене. Культура наша нужна и в такие тяжелые времена. Она поддерживает людей, объединяет. Дает им какую-то веру, что все будет хорошо. Ксения Кадушкина, Алексей Бугай, ЮЭй-ТВ Самый длинный фонтан в Украине – 120 метров. После зимнего перерыва снова включили в Тернополе. Вечером он подсвечивается разными цветами. Как это выглядит, наши региональные корреспонденты покажут. Аэрационный фонтан на набережной парка имени Шевченко открыли в конце прошлого лета. Он помогает городу очищать озеро. На зиму его разобрали. В преддверии майских праздников рекордный фонтан вновь радует горожан. Длина фонтана – 120 метров. Он двусторонний. Используется подсветка. Фонтан работает с 11 утра и до 9 вечера. В темное время суток подсветка придает ему эффектности. Длина струи – 9 метров. Высота – 4. Фонтан уже давно стал любимым местом прогулок жителей Тернополя и туристов. Всего в Тернополе работает два десятка фонтанов. Но аэрационный больше всего пользуется популярностью среди горожан. Очень хорошо, красиво. Когда подсветка еще лучше. Но днем тоже очень красиво. Фонтан не только украшает озеро в центре города, но и обогащает воду кислородом. Это помогает бороться с сезонным цветением. Мы знаем, что наше озеро – это водохранилище, где есть минимальное течение, особенно в этой части водоема. И, соответственно, надо делать что-то, чтобы вода постоянно двигалась и не застаивалась. А если делается система очистки в виде аэрации, это должно быть красиво. Как по мне, так и получилось. В этом году длину фонтана планируют увеличить вдвое. Уже выделили на это деньги. Монтажные работы начнутся летом. Елена Кирилев, Максим Кирилев, Тернополь, ЮЭй ТВ. 25 тысяч жителей Швейцарии почти одновременно купили картину Пабло Пикассо. Никто из них не сможет повесить полотно у себя дома, но они – полноправные владельцы. Сейчас работа бюст-мушкетера выставлена в галерее в Женеве, а продавцы и новые хозяева произведения рассказывают об одной из самых оригинальных сделок 21 века. Картину Пабло Пикассо швейцарский онлайн-магазин купил за 2 миллиона долларов США у владельца, который пожелал остаться неизвестным. Стоимость разделили на 40 тысяч условных частей по 50 швейцарских франков каждая и выставили на продажу. В течение 48 часов их выкупили 25 тысяч покупателей. Сейчас картина выставляется в Женеве с именами всех владельцев. Владельцы, конечно, быстро поняли, что из 25 тысяч или 40 тысяч покупателей кто-то один не будет владеть лотом. Идея в том, что картина – собственность общины, а уже после она сможет делиться ее с другими общинами. Мы наблюдаем здесь, по моему мнению, выражение ключевой цели искусства. Оно не принадлежит кому-то одному, оно принадлежит всем. Основатели торгового сайта, в свою очередь, признаются. Таким образом, решили также прорекламировать свою площадку, сделать вирусное событие. При этом преследовали еще одну цель – чтобы высокое искусство было доступно для всех. Вначале мы хотели хоть немного демократизировать мир искусства. Мы подумали, почему бы нашим пользователям не купить произведение. Потом задумали, что мы можем им предложить. И начали искать самый возможный из невозможных вариантов. Таким вариантом стало это полотно. Бюст Мушкетера. Авторство Пабло Пикассо. Новоиспеченные владельцы картины говорят – покупкой довольны. У меня очень много эмоций. Я не уверена, есть ли у меня чувство того, что я владею картиной. Здесь речь не столько о владении, сколько о возможности участия в таком деле. Не уверена, что я бы согласилась повесить ее дома. Ощущения на самом деле странные. Пикассо не каждый день покупают. И еще более странно видеть картину в реальности перед собой. Так как впервые у меня появилась возможность увидеть настоящего Пикассо. И да, этот факт также добавляет гордости. Подобная сделка не первая в истории Швейцарии. 50 лет назад жители города Базель на референдуме согласились платить больше налогов, чтобы приобрести для города полотно Пабло Пикассо. Узнав об этом, маэстер так растрогался, что подарил городу две своих картины. Вадим Крамар, UATV. Это последняя информация выпуска. Больше новостей на сайте канала UATV.ua. Заходите. Спасибо, что открываете для себя Украину. Вместе с нами непременно увидимся на UATV. УТВ. 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 Продолжение следует...